О том, чем были отмечены новогодние праздники в соседней стране, в нашем традиционном дайджесте новостей Украины. Первые праздничные дни нового 2018 года едва ли можно назвать спокойными для украинцев. В столице и регионах страны традиционно протестуют по самым разным поводам. Вчера три десятка радикалов из националистической организации С-14 заблокировали въезд в Киево-Печерскую лавру. Протестовали активисты против ФСБ и отказа священников отпевать украинцев, крещенных не в православной церкви Московского патриархата. Участники акции развернули плакаты в духе «Нет московской агентури» и зажгли фаеры. На беспредел, который устроили радикалы, православные прихожане отреагировали сплочением рядов. Потасовки завершились только к вечеру. Не обошлось без акции протеста и после выхода в эфир очередного шоу студии «Вечерний квартал» с неудачными, по мнению ЛГБТ-сообщества, шутками. В новогоднем выпуске программы, который вышел на канале «1 плюс 1», Зеленский и компания показали номер про Буратино Гея. Сценка вызвала гнев защитников прав секс-меньшинств. Активисты вышли пикетировать офис «1 плюс 1» с требованием публичных извинений. Воинское подразделение «Грузинский легион» заявило о выходе из состава 54-й бригады Вооруженных сил Украины. Легионеры обвинили командование бригадой чуть ли не в предательстве после того, как во время декабрьской операции по захвату блокпоста ДНР грузинское подразделение, выполняя приказ комбрига, попало под перекрестный огонь. Тогда ранения получили 11 бойцов. О деталях провальной спецоперации инициаторы Демарша обещают рассказать в ближайшие дни на пресс-конференции. С нового года в Украине начала работать национальная система фиксации биометрических данных. В фокусе внимания должны оказаться граждане государств так называемых рисковых категорий, то есть те, откуда возможен особо мощный поток беженцев. Примечательно, что в перечень таких рисковых государств официальный Киев включил и Российскую Федерацию. На создание системы и покупку оборудования в Госпогранслужбе уже потратили 300 миллионов гривен. Как отметили в ведомстве, первыми все прелести нововведения почувствуют на себе пассажиры, прибывающие в аэропорты Киева и на пункты пропуска Гоптовка и Бачевск. Затем сканеры отпечатков пальцев будут установлены по всему периметру границы Украины. В Покровске завершается восстановление самого большого в Донецкой области частного зоопарка, в котором обитают полтысячи животных. В сентябре прошлого года здесь случился крупный пожар. Огонь уничтожил часть помещений и запасы корма. К счастью, владельцам комплекса удалось сберечь животных. А недавно в зоопарке поселились новички – это хищники, волки, медведи и семь годовалых львов. Восстановить зоопарк после пожара владельцам помогли неравнодушные люди, передавая струи материалы и корм для животных.